Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом ролике мы поговорим о Галине Смит. Блогер Галина Смит провела прямую трансляцию на своем канале. Не сказать, чтобы эта прямая трансляция была чем-то примечательна, чем-то особо интересна, но тем не менее на ней были затронуты кое-какие темы, которые имеют отношение к тому конфликту, который в принципе так и не угас в целом, потому что, так или иначе, Галина все время его упоминает в видео, которые вообще не касаются ни взлетной полосы, ни Ирины Якут. Так, например, в одном из последних видео, в котором Галина разоблачает взлетную полосу, Галина сказала, что она уже предприняла все меры к тому, чтобы взлетную полосу развернули на границе. Оказывается, что помимо того, что у Галины все схвачено на территории Российской Федерации, помимо тех генералов, которые работают на Галину из России, у нее есть какие-то связи, какие-то очень важные люди, которые тоже могут повредить вам и на территории США. Дело в том, что Галина сказала, что она, конечно же, обратилась к этому человеку, и даже если на талии взлетной полосе выдадут новую визу в посольстве США в Москве, то, когда она прилетит и будет проходить паспортный контроль уже тут, в Америке, ее развернут и отправят обратно. Ну, вообще, во всей вот этой вот истории предполагаемой, да, которая может случиться с Натальей взлетной полосой, если она вдруг снова посмеет ступить на территорию США, слышны отголоски личной истории Галины Смит. Как мы знаем, Юляшку, дочь Галины Смит, которую, кстати, она тоже упоминала в последнем стриме, я еще об этом скажу, Юляшку развернули на границе. Юляшка, которая в очередной раз ехала к маме на шесть месяцев в Америку, не дали зеленый свет. Ее развернули, потому что показалось очень подозрительным, что она так часто летает в Америку, остается тут так долго. И вопросы были, короче, к ее доходам, на какие средства она шикует, так сказать, не работая. Ее развернули и больше не открывали визу в Америку, несмотря на то, что и Галина звонила каким-то местным политикам, и Женечка названивал сенатору, и губернатору, и амбусману, и всем на свете. Но так визу Юляшки не открыли. Тем не менее, мы все с вами прекрасно знаем, что Юляшка теперь находится в Соединенных Штатах, значит, есть решение этой проблемы. И в частности, это можно сказать и Наталье взлетной полосе. Если она уж так хочет снова в Америку и переживает, что ей тут перекроют кислород из-за Галины, она может просто последовать примеру Юляшки, то есть въехать в Америку по визе К1. Виза К1 в большинстве своем прощает все грехи, то есть не виза сама прощает, конечно, а брак. Брак с гражданином Америки омывает многие грехи вашего прошлого, и вы становитесь приличной дамой в глазах общества. В своем же последнем стриме Галина упоминала Юляшку в связи с другой темой, а именно с темой Child Free. Там поклонницы Галины спрашивали про Child Free, и Галина ответила, что вот ее дочь Юляшка вообще была убежденная Child Free. Она не хотела ни с одним из своих мужей ребенка. Все три мужа и со всеми тремя она не хотела. Ребенка была категорически против. Как мы знаем, Юляшка родила дочурку довольно поздно. Так вот, перемена в сознании Юляшки произошла тогда, когда скончался Женечка. И тут произошла переоценка ценностей у Юляшки, и она решила, что все, теперь она хочет ребенка, потому что должно быть продолжение рода, должно быть какое-то напоминание о том, что мы были. Ну, в общем, такие философские воззрения подтолкнули Юляшку на то, чтобы стать матерью, пробудили в ней, так сказать, материнские чувства. Такое бывает. Но самый интересный вопрос в этой связи, который многих интересовал и по которому у многих были вопросы, это то, почему Юляшка так быстро выскочила на работу. Не успев родить, она сбагрила ребенка на бабушку, на Галину Смит, и сама пошла работать. Сразу поехала к своим клиентам, клеить там им ресницы, наращивать волосы и прочие процедуры делать. Почему? С чем это связано? Почему такая спешка? Ведь вроде бы господин Бан, муж Юляшки, неплохо зарабатывает. Почему ей так хотелось убежать из дома, от ребенка, чтобы начать зарабатывать? Возможно, ей захотелось иметь свои средства, свои личные деньги. Галина говорит это потому, что она не хотела терять квалификацию. А возможно, ей просто, ну, не хотелось. Вот знаете, бывает такое, что когда родишь ребенка, хочется вырваться и не сидеть дома. У меня была такая начальница. Она родила ребенка, и она прям не могла дождаться, когда она снова придет в офис. И она очень быстро оставила ребенка на няньку и сама стала снова работать очень быстро после родов. Вот такое бывает. Ну, наверное, мы сейчас живем в таком мире, когда карьера очень важна. И как раз-таки говоря о карьере, у меня к Юляшке очень много вопросов. Насколько я помню, и насколько вы, наверное, все помните, Галина с гордостью говорила, что она заставила Юляшку пойти на курсы медсестры еще в России с тем, чтобы по приезде в Америку у нее уже была профессия, чтобы она потом перевела кое-какие предметы, что-то добрала и стала работать на довольно престижное, я прямо скажу, в Америке очень пользуется популярностью, профессия медсестры. Сейчас, особенно в разгар пандемии, огромная нехватка медработников и медсестер, очень большое количество больниц, в которые вы можете пойти работать, предлагаются огромные бенефиты в плане хороших страховок и так далее. Кроме того, я видел, что многие больницы и всякие учреждения медицинские предлагают вам бонус, чтобы вы к ним пошли. То есть, если вы согласитесь пойти у них работать, вам единоразово выдают, например, 10 тысяч долларов, просто ради того, что вы пошли работать именно к ним. То есть, сейчас борются за то, чтобы привлечь медицинский персонал на работу. Так вот, меня очень удивило, что Юляшка не пошла все-таки по стезе медсестры. И Галина, ой, как Галина поливала грязью работу медсестры, видимо, потому что Ленусик. Ленусик же выучилась на медсестру и сейчас шикует, живет здорово. И изначально Галина восхваляла Ленусика до небес, мол, вот, подружка выучилась, смотрите, как она смогла. Работа медсестры, как это здорово, как это было сложно освоить. И теперь она просто шикарно зарабатывает, полностью независима и так далее, и тому подобное. И вот она, видимо, намечтала такую же судьбу для своей дочери. Но дочь не пошла в медсестры. И вскоре Галина стала поливать грязью эту профессию. Я очень отчетливо помню, как Галина подчеркивала, что это очень сложная работа медсестры. Она никому не пожелает. И ты там стоишь в дерьме по локоть, потому что нужно выполнять самую грязную работу. И вообще она никогда ни за что не пожелает своему ребенку такой участи. Ну и я, когда это все слушал, я думал, ну, наверное, потому что у Юляшки есть какая-то другая альтернатива. Наверное, у нее что-то лучше там предусмотрено. Возможно, она ее к Портнову отправит, потому что Галина поет дифирамбы Портновым бесконечно. Какая у них шикарная школа, и как она хочет быть, как они, скупать эту недвижимость, сдавать и так далее. И вот она, я так подумал, что Юляшку отправят на эти курсы, чтобы Юляшка, приехав, сразу начала работать тестировщиком. Но вдруг мы узнаем, что ничего подобного. И для медсестринского дела Юляшка слишком хороша получается. Слишком много чести будет, да, Юляшку отправлять в медсестры. И у Портнова с Юляшкой ничего не произошло, не стала Юляшка тестировщиком. А выясняется, что Юляшка по приезде в Америку он стал работать косметологом. То есть наращивает все, что можно наращивать. Не знаю, делает ли она перманентный татуаж, но в любом случае вот у нее такая работа. Она наработала клиентскую базу, и теперь вот ездит, делает всем процедуры. Я ничего против не имею косметологов. Особенно если эти косметологи еще и парикмахеры. Я вообще очень уважаю парикмахеров. Для меня это вот очень креативная и уважаемая профессия. У меня есть знакомые парикмахеры, причем тоже многие из них переучивались, то есть имели высшее образование, например, в какой-то там сфере, совсем не имеющей отношения никакого к парикмахерскому искусству. Но потом они переучивались и достигали очень больших успехов. Даже выигрывали какие-то конкурсы именно по парикмахерскому искусству. Но то, что я не могу понять в случае с Юляшкой и с матерью ее Галиной Смит, это то, что они так унижают... Ну нет, не Юляшка. Юляшку я вообще не слышал и не видел. А вот Галина так вот как бы принижает других в той или иной профессии, но почему-то сами не могут предъявить миру никаких заслуг. Вообще эта история была мне навеяна случаем из жизни. Я часто рассказываю случаи из жизни. Эта история произошла с одной, ну не очень близкой и знакомой, но мы в свое время пересекались. Наша соотечественница, так скажем, из бывшего Советского Союза, удачно очень вышла замуж в Америке, недалеко от Нью-Йорка. Вечные поездки, круизы, какие-то экзотические страны. Но сама она из довольно простой семьи, интеллигентной, но обычной среднестатистической советской семьи, так сказать. Очень прилежная, чувствовалось, что у нее грамотная речь, и мы как-то вот пересекались там по каким-то личным делам. Чувствовалось, что муженек у нее такой властный, он любил все контролировать, но казалось, что он бизнесмен, ему нужно быть таким по характеру, очень твердым, решительным, и тем более я так понял, что многим нашим женщинам это нравится. Им кажется, что вот он принимает решение кулаком по столу, это настоящий мужик. Ну, в общем, каждому свое. Факт тот, что это моя знакомая года два назад как бы выпала из поля моего зрения. Ну, я особо ни о чем не думал, потому что, ну, началась пандемия, вообще очень много произошло пертурбаций в жизни. Я подумал, может быть, они где-то путешествуют, а может быть, она родила, но как-то я не стал лезть там ее искать, где она, что она. И вдруг случайно, вот совершенно недавно, она всплывает у меня снова в кругу общения, совершенно случайно я ее не узнал. Женщина изменилась. Я, во-первых, ее никогда раньше не видел без косметики, а теперь я увидел ее с ее настоящим цветом волос, обычные русые волосы, собранные в пучок. Похудела она немножко, да, ну, ей эта худоба идет. И вот такая вот простая русская баба, так сказать, ну, красивая, симпатичная. Короче, у нее произошла трагедия в семье, муж ее выгнал. Ну, это грубо говоря. В общем, они решили разводиться, и муж ее оставил без ничего. Она буквально с одним чемоданом ушла. Короче, если коротко объяснять, она ушла с одним чемоданом, сняла какую-то комнатенку у чертей на куличиков, чуть ли не в Куинс, за 600-700 долларов где-то, и стала быстро искать возможности. То есть она сказала сразу, никакого шелтера. Шелтер — это унижение. Шелтер — это только если альтернатива остаться под мостом, и тебе просто вообще некуда податься. У нее были какие-то деньги, которые она за эти годы скопила, за годы брака. Детей у них так и не случилось. Так вот, она пошла на курсы. Я от нее очень многое узнал. Вот сколько тут живешь, да, но пока не столкнешься с сам или с теми людьми, которые лично через это прошли, ты этого бы вообще никогда бы не узнал, потому что ты живешь совсем в другой, как бы, Америке, да, хотя это бок о бок все существует и может завтра произойти с любым из нас. Так вот, она пошла на курсы. Оказывается, в связи с пандемией стали объявлять какие-то курсы, где можно срочно приобрести статус помощника медсестры, помощника медбрата. Это называется Nursing Aid или Nursing Assistant. Ассистент медбрата, ассистент медсестры. Но в связи с пандемией это получается сейчас очень быстро, то есть вы идете сразу в госпиталь, в больницу, там вы на месте всему учитесь, проходите какое-то тестирование и становитесь сертифицированным вот этим помощником медсестры. Да, эта работенка грязная, но, как она мне объяснила, можно найти больницу, где тебе дают sign-in бонус. То есть, чтобы ты пошел учиться и работать именно к ним, чтобы тебя удержать, тебе выдают на руки 2000 долларов как поощрение, чтобы ты остался у них. Кроме того, пока ты всему обучаешься, тебе платят зарплату за это, ты уже, то есть, как бы работаешь, это практика уже идет. И первый чек ты получаешь спустя неделю. Кроме того, это вообще фантастика, я вообще об этом никогда не знал и не слышал, тебе сразу же выдается очень хорошая медстраховка, которая покрывает и зубы, и глаза. Помимо того, начинаются отчисления в пенсионный фонд. То есть, для того, чтобы получать пенсию более или менее нормальную в Америке, вы должны минимум проработать 10 лет на полную ставку. Так вот, у нее начались отчисления. Пока она жила с мужем, она вообще ни о чем не беспокоилась, ни о чем не думала. Естественно, ни о каких отчислениях куда-либо речи быть не могло, потому что предполагалось, что муж ее будет содержать, но он ее, в принципе, и содержал, кормил, поил, предоставил крышу над головой, пока они были в браке. Так вот, она за это короткое время, вот как она там работает, сколько там, полтора что ли, года, год, она уже скопила очень хорошую сумму, сняла нормальную квартиру, и дальше идет развиваться. Оказывается, там можно потом еще чуть ли не специализации какие-то выбирать. И сейчас она уже подумывает о том, чтобы пойти именно учиться на медсестру, то есть скопить еще деньжат, потому что учиться надо платно. Но поскольку сейчас очень много всяких программ и стипендий, из-за того, что нехватка медперсонала предлагают вечно какие-то стипендии, лишь бы только вышли учиться, она вот к этой мысли уже подошла, и в принципе уже готова брать ипотеку. Потому что вот у нее как-то в гору пошли дела, я даже не стал спрашивать, но факт тот, что там, я так понимаю, можно и в ночную смену, и в выходные дни, а если ты идешь работать в выходные или в ночную смену, там чуть ли не двойной тариф тебе выплачивают. Кроме того, она несколько часов в неделю работает по уходу за стариком, какой-то состоятельный старикашка, дети его платят, ей неплохо, дополнительный заработок. Я даже подшутил, говорю, давай, хмуряй там старичка, выйдешь, может, за него замуж, еще унаследуешь все эти миллионы. Она посмеялась, говорит, нет, от греха подальше, меня тогда эти дети точно уничтожат, увидев, что уплывает наследство. Так что, шутки шутками, конечно, но в жизни любого человека может такое вот произойти. Я не ожидал, что произойдет, это вот именно с вот этой моей знакомой, потому что казалось, что они прям такая идеальная пара, но главное, как вы из этой ситуации выпутаетесь. И вот она взяла себя в руки, ну, у нее уже были документы, тут, надо сказать, ей не нужно было там с этими грин-картами возиться, она уже была какое-то время замужем, уже получила все свои документы, но гражданства, по-моему, у нее пока нет. Но самое интересное, это вот через рассказы, через разговоры с другими людьми ты узнаешь, что, оказывается, есть какие-то программы, куда можно чуть ли не с первого дня воткнуться и начинать получать деньги, тем самым приобретая какую-никакую иную профессию. Ну, естественно, для многих такое бы не подошло, потому что это недостаточно гламурно. Как говорит Галина Смит, мы приезжаем в Америку, чтобы быть успешными, а не чтобы там подтирать кое-что кому-то. А по мне, вот истории женщин, которые в трудную минуту не теряются, а встают, отряхиваются, берут свою судьбу в свои же руки, чего-то добиваются, это и есть история успеха. На этой оптимистической ноте я бы хотел закончить свой рассказ, свое повествование. Пишите, что вы думаете и по Галине Смит, и по тем историям, которые происходят с нами, с нашими знакомыми в жизни. Было бы интересно послушать. Надеюсь, что у вас все хорошо, что вы не болеете. Берегите себя. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока.